Добрый вечер, дорогие друзья! Мы начинаем концерт ансамбля «Арсенал». Мы начнем первое отделение инструментальной композиции, которая состоит из нескольких частей. Эти части абсолютно из разных видов музыки. Это такой сюрреалистический набор различных элементов. Но что их объединяет, это хиты, каждый в своем жанре. Мы начнем с мелодии, которую когда-то сочинил в 1958 году гениальный джазовый музыкант Орнет Коуман. Он является создателем такого стиля, как фри-джаз. И, в общем, его гениальность состоит в том, что, несмотря на то, что он придумал играть вообще без всяких тональностей, без ритма, без ничего, он был потрясающий мелодист. И вот это одна из мелодий, которые вошли вообще в золотой фон музыки XX века. Называется эта пьеса «Lonely Woman» – «Одинокая женщина». Ему удалось вот в этой композиции передать вот те какие-то ощущения, которые испытывает любая одинокая женщина. И прозвучит небольшой ее фрагмент. Затем мы перейдем сразу к классической музыке. Вы услышите музыку Визе из оперы «Хармен». Вы, наверное, знаете, что опера была вообще когда-то. Начиналась как развлекательный вид искусства. Только потом она превратилась в нечто такое серьезное. И такой академический жанр. Начиналось это действительно как попса, как дата. Поэтому в каждой опере обязательно должны были танцы. И вот «Харандола» – это такой танец народный, который Визе как-то по-своему написал. Он входил как раз в состав оперы «Хармен». Затем мы перейдем еще к одному хиту. Это пьеса «Take five», которую предложил квартет Дэйва Брубека. Это тоже поначалу никому не понравилось. Поскольку на пять четвертей играть в конце 50-х годов считалось неприличным. Надо было только на четыре, потому что тогда это был джаз. И, в общем, сначала эта вообще пьеса не была признана, а затем она вошла тоже в «Золотой фонд», является хитом. Потому что не прошло и двух-трех лет, как эта пьеса стала очень популярной. Ну и потом мы вернемся опять к «Харандоле», и на этом весь этот круг замкнется. Итак, «Lonely Woman», «Farandola» и «Take five». Начинаем с «Lonely Woman». КОНЕЦ «ТВ» 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор 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 А.Кулакова Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Everything must change! Аплодисменты Аплодисменты Добро пожаловать на наш канал! 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 Продолжение следует... 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 Ну, кстати, должен сказать, что вот эта музыка, у нас как-то об этом мало знают, но в Соединенных Штатах черные продюсеры создали такой вид музыки, который направлен именно на развлечение белых. Это вот типичная, сейчас вы слышите музыку, которая была направлена как раз на белую американскую, да и вообще на любую белую публику. Итак, Лайонел Ричи, Every Time I Hold You. Лайонел Ричи Лайонел Ричи, Every Time I Hold You, I'm getting through the feeling all over me. Лайонел Ричи, Every Time I touch your heart, oh, brings back those feelings and those memories. Лайонел Ричи, Every Time I think of you, babe. Лайонел Rичи, Every Time I Hold You, I'm getting through the feeling all over me. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДИгра ДимаTorzok ДимаTorzок ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Продолжение следует... 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 в Италии, в Венеции. И к этой мысли пришла некому Анджело Биолько. Он все время присутствовал на венецианских карнавалах. И вы знаете, что в Венеции там постоянно идут карнавалы. Люди веселятся, и это происходит веками. И вот он обратил внимание, что огромное количество в толпе развлекателей, самых равных. Жонглеры, фокусники, мимы, гимнасты и так далее. И вот ему пришла в голову мысль взять этих персонажей, объединить их в труппу и написать какой-то сюжет для них, чтобы они уже не порзень работали, а именно как некий коллектив. И вот так и возникло понятие театра. И получил название Коммеди Дель Арта. И вот моментально изменилось резкое качество вот этих лиц. Единственное, что он заставил каждого участника этого постоянного коллектива носить одну и ту же маску и один и тот же костюм. Но так возникло дикое количество разных масок. Они были очень популярными. Ну, например, Панталоны, Бригелла, Орликин, Тарталья, Скоромучча, Кучинелла, Женские, Коломбина и Смиродина. И все они в общем это был театр такой сатирический. Они насмехались над сильными мира села, над богатыми купцами, над чиновниками, над просто горожанами, воришками, слугами, служанками и так далее. И в общем этот театр начал вызывать недовольство уже у властей. Начали его как-то преследовать. Но в то время они просто переуезжали в другой город и там давали те же самые представления. И вот постепенно это явление такое как театр комедии дель арте стал очень популярным в Европе. Переброс во Франции уже появились. И вот во Франции возникла как раз новая маска. Это пьеро. И эта маска она продержалась до наших дней. Потому что сейчас грустный пьеро вот эта маска она символизирует вообще явление театра. Ну а что касается России то впервые в 1906 году Александр Блок наш великий поэт написал первую вообще пьесу для театра масок она назвалась балаганчик и роль пьеро там исполнял начинавший тогда молодой в советские времена классик режиссура всем вот мир ходит. Вот такая история. Ну а уже в 22-м году в советские времена Евгений Вахтангов тоже создал театр масок и спектакль который тогда он сочинер принцесса Турандот идет до сих пор. Вот такая живучая идея. Вот значит этому самой идее а самое главное вот этому пьеро грустному я и посвятил пьесу которую вы сейчас услышите грустный пьеро 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 до сих его из и пьеро да но КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Казахстан! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова 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 и прощаемся с вами наш концерт, который еще раз поздравляем наших женщин с прошедшим 8 марта с днем Клары Цепки всего вам хорошего спасибо, до свидания